В 27-й школе состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие проблемы волнуют жителей, узнали мои коллеги. Военнослужащий с позывным Ярой с началом мобилизации отправился на защиту рубежа Отечества. В зоне СВО получил контузию. Приехав на побывку домой, первым делом занялся восстановлением здоровья. Положили в госпиталь, госпитализировался, полечили и сейчас прибыл сюда в связи с тем, что мать в тяжелом состоянии, нуждается в хирургическом вмешательстве. И пытаюсь получить хотя бы дополнительный отпуск, чтобы я мог за ней следить. Пока что сейчас будет решаться, займусь этим вопросом. Председатель общества детей-инвалидов Любовь Бельчук попросила сохранить их помещение. В организации состоят 60 человек. Условия для работы в другом помещении неудобные. Мы находимся в том помещении, где есть для детей-инвалидов отдельный туалет. У нас светлая комната, теплая. А нам предлагают напротив общества инвалидов в подвале помещение. 14 ступенек вниз, и оно полностью разломанное. Ну вот сейчас глава, я обратилась к главе, глава сказал, мы решим этот вопрос. Я очень рада. На встрече рассмотрели вопросы ямочного ремонта, нанесения дорожных разметок, размещения дополнительных автобусных павильонов, устройства в школу детей с ОВЗ. Все обращения взяли в работу. Многие решены на месте. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.